Сегодня в некоторых домах Архангельской за ремонт водовода с 9 утра и до окончания работ не будет холодной воды. Ее отключат в домах, адреса которых вы сейчас видите на экранах. Одной из главных тем итоговой программы «Семь дней в регионе» на этой неделе станет вода. Почему в некоторых районах Архангельска из кранов с горячей водой течет мутно-желтая, а иногда даже коричневая жидкость? И как это может быть связано с плановыми отключениями водоснабжения? Если эти ситуации знакомы вам, звоните 211-385. Оставляйте свою заявку. Разберемся вместе. Сегодня школьники Поморья стали участниками Всероссийского химического турнира. Это командное состязание, включающее в себя элементы Олимпиады и конференции. Команды, составленные из учеников 9-11 классов, заранее получили задачи. Причем каждая из них подразумевает несколько вариантов решения. Ребятам нужно не только найти наиболее оптимальный ответ, но и суметь обосновать свою позицию перед оппонентами. Такой дискуссионный режим соревнований отличает химический турнир от различных Олимпиад. Например, был вопрос про, как замедлить желтение листьев осенью. Там есть несколько вариантов. Можно подойти и с биологической стороны, и с химической. С биологической стороны можно добавить определенные гормоны или ферменты. А с химической можно добавить, например, магний. И разный вариант. Региональные этапы проходят в 35 субъектах страны. В Поморье в борьбу уступили более 40 старшеклассников из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Победители регионального этапа отправятся в Москву на финальные игры, которые пройдут в начале февраля 2017 года. Архангельские живописцы готовятся к Всероссийской художественной выставке «Лики России». Ровно через месяц, 8 декабря, она откроется в Поморской столице. Уникальная экспозиция объединит мастеров российского изобразительного искусства, раскрывающих в своих работах тему человека, его отношения с окружающим миром. 90 региональных отделений Союза художников России от Камчатки до Калининграда представят живописные полотна, скульптуру, графику, декоративное, народное искусство. «Лики России» пройдут сразу в нескольких выставочных пространствах Архангельска. Площадки, на мой взгляд, очень знаковые. Это наш выставочный зал, потому что мы инициаторами являемся этого события. Это площадь Ленина-2, музей изобразительных искусств. Это Краеведческий музей, гостиная дворы, комплекс архитектурный. И это библиотека Добролюбова. Свои работы на Всероссийской выставке покажут многие архангельские художники. «Лики России» можно будет посмотреть до 28 февраля 2017 года. Сегодня на стадионе «Труд» начнутся игры 18-го открытого областного турнира по хоккею с мячом среди юношей на Кубок губернатора Архангельской области. Борьба развернется в трех возрастных группах. В соревнованиях примут участие 18 команд из Архангельской и Мурманской областей, а также из Республики Коми. Сегодня в свет вышел свежий номер газеты «Правда Севера» и вот о чем он рассказывает. В Архангельской области сложилась уникальная ситуация по производству молока. Отрасль показывает устойчивый рост и приближается к среднеевропейским показателям по надоям, что нужно, чтобы закрепить успех. Станут ли интересны брошенные архангельские долгострои застройщикам после внесения изменений в закон Архангельской области о защите дольщиков? Ответы в публикации «Был бы инвестор, долгострои найдутся». Куда бежать студенту коммерческого вуза, которому посреди учебного года говорят, что вместо государственного диплома он получит бумажку? Ответы искали корреспондент газеты и эксперты. Также в номере большое интервью с легендой северной тележурналистики Валентином Пролетарским. Он размышляет о том, что считает самым главным в спорте и профессии. Документальный фильм «Певец Беломорской тайги. Цикл программ «Помним, гордимся, помогаем» производства архангельского телевидения вошли в шорт-лист архангельского фестиваля «Берегиня». Всего после отбора жюри в финал творческого форума включили 104 работы. В течение месяца их будет оценивать большой жюри. 10 декабря оно объявит победителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова